В первую очередь, я предлагаю свои смиренные, подчищительные поклоны. Таким же образом, я предлагаю свои смиренные, подчищительные дендаваты пранамы, лотос на стопах, нити алила, правишна, овишнупа, а что-то расшатся шимот бхагдивидэнта. Свами Махараджа, Шили Гургавина, Госвами Махараджа, Шили Бхакти Рахшак Шидар, Госвами Махараджа, Шили Бхакти Праматпуре, Госвами Махараджа, и всем старшим, бригами, всем, ваишнам, ваишнам, и всем, собравшись, подчительным гостям. Свами Махарада, Шили Бхакти Рахшак Шили Гургавина,ετε reassane. Я очень счастлива приехать в Гайя Брендаван. Как вы имеете значение Гайя Брендавана? Какое значение Гайя Брендавана? Ла-нан-да-пробух. Грэмми? 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 Это значит, что они живут на этой земле, но думаю, это третий недобрендавание. Да, это правильное значение. Супер, да? Все мы преданы, очень вдохновлены и практиковать преданное служение. Очень вдохновлены, очень вдохновлены, очень вдохновлены. Потому что вы очень молоды и очень известны. И различные действия. Потому что вы очень молоды, поэтому вы очень активны. Но иногда устанавливаетесь очень слабыми. Почему это все происходит? Из-за неблагоприятного, плохого общения. И также много прошлых плохих впечатлений. Ну, возможно, даже не из этой жизни. Много различных плохих впечатлений за миллионы и миллионы жизней, которые сохранились на вашем тонком теле. Потому что каждая жизнь, обусловленная душа, она оставляет свое грубое тело. Но никогда не оставляет свое тонкое тело. Грубое тело состоит из пяти элементов. И его называют грубым телом. А тонкое тело, шукшма-шари, ман, буддхи, ахангар и чита. Все впечатления о санскаре, они автоматически переходят с вами в тонком теле. Все впечатления, которые будут разрушены в санскаре, они промывают такой силы. Только тут быть забандемыми и двумя интересами санскарой, мы нужны плохие впечатления along сами, они и не будут разрушены в которых она может увеличить. Если вы совершите оскорбление лотосом, что гури ващнаваш, тогда вы станете как баджиролип, понимаете? Это как волния. Если вы совершите оскорбление лотосом, что гури ващнаваш, если вы совершите оскорбление, тогда эта оскорбленно будет как молния, и очень сложно будет уничтожить ее. Симат Бхагута дает это доказательство. Симат Бхагута дает свидетельство. Ты знаешь эту шлоку? У тебя нет времени учить шлоки, да? Он говорит о том, в этом санхрицком стихе, что Кадеога Савим Пад, он говорит, что Харинам очень могущественен. Если вы будете повторять святое имя, тогда према проявляется в вашем сердце. Каковы симптомы премы? Как вы можете узнать о том, что према проявилась в вашем сердце? Тогда слезы потекут из ваших глаз. Романтика, компасно. Романтика, компасно. Романтика, компасно. Романтика, компасно. Если вы будете повторять святое имя, тогда према проявится в вашем сердце, и таковы будут симптомы. Но если вы повторяете святое имя, то у вас нет никаких симптомов, према проявляется в вашем сердце. Если вы повторяете святое имя, то совершаете оскорбление. И даже вкус не приходит повторять святое имя. По этой причине в этом психе говорит Паддавство Сара. Если вы совершаете оскорбление лотосным стопам Гури Вайшнава, тогда ваше сердце будет подобно шаровой молнии, и это называется Баджра. А если вкус повторения святое имя не приходит, это значит, что вы совершили много различных оскорблений, аппарат. Если у вас нет вкуса к повторению святое имя, не проявляется никаких симптомов в акте и према, это значит, что вы оскорбитель аппарат. Если у вас нет вкуса кантал Сантуноми, если у вас нет вкуса кантал Сантуноми, то значит, что вы оскорбитель аппарат. Вы улучшите этот цикл. Харинам очень мощный. Вы повторите все это имя. Если у вас не проявляется никаких симптомов према, это значит, что вы совершили много различных оскорблений, аппарат. Я раньше не могу изучить эту цикл. Я раньше не промывал зимой. Вы должны знать, что Готоре Светлана говорит. В этом проявляется что мы не наменем, а что мы не используем эстазию. Потому что мы не проявляем признан. Например, мы не задумываем према, даже в этом проявление. Нướcно нужно знать, что мы не будем признанять стразию, который мы прекратим без эстазии, Поэтому мы должны быть очень внимательны к оскорблениям, особенно к намоаппаратам. Поэтому мы должны очень внимательны к намоаппаратам. Как много видов намоаппарат? Десять. И три самые главные намоаппаратах. Я часто говорю о них. Сатан Нинда. Критиковать саду. Тот, кто критикует саду, никогда не нужно общаться с ним. Это очень важно. Сатан Нинда. Никогда не критикуйте саду. Иначе тысячу и тысячу жизней вы будете совершать баджан и саду, но вы не получите никаких проблем. Иначе, если вы критикаете саду, то, что вы делаете баджан и саду, то, что вы получите миллиону, то, что вы получите миллиону. И никогда не критикуйте так же гуру. Гуру аппаратам. Да? Тот, кто совершил оскорбление лотоса, значит, а помню гуру, как возможно, чтобы Кришна отдал свою миллиону с такой личностью? Да? О Гуру он саду, он саду, он савинван. Гуру называют Вайшнам Прадхан. Прадхан значит, что он является Вайшнам Прадхан, в наивысшем Вайшнам. А саду, Гуру, он также является саду. И Гуру является наивысшим саду. Среди всех саду, Гуру является наивысшим садом. Понимаете? Будьте очень внимательны. Тот, кто критикует Гуру Вайшнам, никогда не общайтесь с ними. Гуру, Гуру и Вайшнам. И поэтому это что, как говорится? Тот, кто критикует Гуру, никогда не смотрите снова Гуру. Сатан Нинда. Сатан Нинда значит критиковать саду. Сатан Нинда значит все. И включает Гуру, Вайшнам и Вайшнам. Сатан Нинда, критикают сану, не критикают саду. И это также включает Гуру, Вайшнам и Вайшнам. Вайшнам, где он самом думает, когда я даю харинам Нам嘛 дикша, есть два вида дикш, в коем случае мантра дикша. Только когда до харинама, там два типа дикша, или нет. На Но Харинам еще более могущественный, чем Мантра Дикша. Потому что Харинам является наивысшим. И возможно у вас возникнет вопрос, а в чем же разница между Намой и мантрой? Какая разница между Намой и мантрой? Кто знает? Кто-нибудь знает здесь? Ты знаешь? Я много раз уже говорил. Мантра нужна для того, чтобы очистить сердце и установить самбанды. Харинам. 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 Это Маха-мантра. Это Маха-мантра. Это называется? Бхачак. Самбхудан, Манеш? Самбхудан, Бхачак. Бхакатим, Кеш. Если кто-то немного далеко от вас находится, как вы его позовете? Ой. То есть это как назывательный падеж. Как вы говорите на португольском? Ой, моса. Ой, моса. Ой, моса. Ой, моса. Моса. Ой, моса. Моса. Ой, моса. Моса. Ой, это что такое? Ой, это что такое? Это значит, когда вы зовете, зовете. Что такоеificанное covenantное? Когда вы名 делаете, например, www икddcх pedagons.org. Как вы говорите о ней?! Ой, моса. Так,늦а. чистина по вниманию по предлаганию 그러�urrectionа. То есть это поступить к πολётовам. В их advisedом положению? В их freightных людиномражении... él anhela, долженrevышинг, чтобы чувствовать себя? Я говорю, как� 아니라 аккратим. Я говорю, так, как биджаврис. Рэй-рради. Унага-ради. Что вы говорите на Patreon? Когда ты говоришь Hare Krishna, ты говоришь о Ради. Это значит, что изначальное имя Шримати Радики Хара. Но когда мы завьем ее, тогда получается Харе. Что мы называем? Она кричит на свои качества и качества. В vocативе она говорит Харе. Когда ты называется Харе. Это значит Хе Ради. Ради Кришна, Ради Кришна, Рада Рады. Рады Сям, Рады Сям, Рады Сям, Рады Рады. Харинам называется самбходхан Самбходхан значит зватино Маха-мантра называется самбходхан-вачак Мантра, гопала-мантра Кришна Кришна Когда я предлагаю себе Вот это самбходхан Кришна Это называется самбходхан 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 значит Когда я полностью Гопала-мантра То есть, это самбходхан 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 Это значит, что я предлагаю себе лотос постапану Гру-де-ва. Это сампродан. Сампродан значит предложение. Если вы даете, вы не можете забрать его в огонь, то все, он уже ушел, и вы не можете забрать его обратно. Это значит, что я предлагаю свою атму, свою душу, все. Это значит, что я предлагаю себе лотос и Гру-паду-падма. По этой причине Гру-мантра очень важна. В начале Бхатистана Прабхупада не дала Гру-мантру. Он не давал Гру-мантру. Она была одна очень образованная и учебная женщина. И она сказала, если у меня не будет Гру-мантры, как сможет проявиться? Сародж Васини Деви ее звали. Она говорит, если у меня не будет Гру-мантры, как же возможно, что Гру проявится в моем сердце? Потому что Гру-мантра очень важна. Все остальное придет автоматически, все другие мантры. Я объясняю это почему. Потому что сва-ха-сва значит атма, ха значит предлагать. Это значит, что я предлагаю себя, свою душу, атму. Сейчас вы не знаете свою душу. Сейчас вы знаете только свою грубо тело. И немножко об уме знаете. Суа-ха, я мне оферес, Гру-де, мне оферес totalmente суа-ха. Суа-ха значит «все же». Что вы же заставите? А, ваша душа? Вы не знаете ваша душа, но вы не знаете ваша душа. Вы только знаете кто? Суа-ха и о том, что вы знаете в вашей ситуации. Почему я говорю это? Потому что это Деви, она спросила Бхатистанта Прабхупада. Если ты не даешь Гру-мантру, то как возможно, что божество этой мантры, оно проявится? А, если вы не дали Гру-мантры, то как и не дали Гру-мантру? Мантры из татты и Деваттар это будет все manifestать? А, тогда он Силабху Дху Бхатистанта Васрой Расthon просто будет Гру-мантра. Он дал ей гуру мантры. Что это значит? Гуру, он берет все это. Называется атмосат. Атмосат, понимаете? Каково значение атмосат? Гуру, он берет все это. Это называется атмосат. Так, как гуру, он делает Вас оттмосат. Нет? Это значит, что гуру берет все. Мы поем эту песню, Радхи Кришна пада камалимана, о чем там говорится? Югаласевая? 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 Радхи Кришна пада камалимана. Это песня Гурдевы, очень любимая песня. Мои времена он песен эту песню. Радхи Кришна пада камалимана. Это песня Гурдева. Он песен эту песню, очень часто. Радхи Кришна пада камалимана. Продолжение следует... Вы даете атмосат. Атмосат Атмосат Вы можете видеть, в tradуция полового слова это значит Апроприат мне для вашей жизни Аккуратно Аккуратно Апроприат мне Я так не дашлю в Европе Я не понимаю Ценности Бхакти Вы поверите Ты можешь сделать из меня все что угодно Возоберила душу и Аккуратно 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 К Аккуратно Вон Tribое Ух ты aa Ты можешь сделать от меня, что ты хочешь. Он говорит, что это? Он говорит, что это? Что это называется атмосфер. И тогда Гуру забирает все от тебя. И тогда Гуру забирает все от тебя. И тогда ты пойдешь по совершенному пути на Голоха Вриндавана. Он говорит, что он говорит, что каждый день вы произносите сваха, когда читаете свою гуру-мантру. И мантра использует два слова. Нама и сваха. Это значит, что я предлагаю сам прадан. Сам прадан значит предлагать, я предлагаю себе. Это значит, что вы не принадлежите кому-то другому, вы принадлежите только Гуру. Если вы продаете кому-то корову, то эта корова уже не называется вашей. Я показываю, что это значит, что в земле и критапашу, критапашу, это не значит, что это значит, что он визжитый. Это очень сложно, это не так просто, как кажется. Но шаг за шагом, каждый день повторяем мантры, постепенно. Мантры, у нее есть своя мистическая сила, за один день это не произойдет шаг за шагом, постепенно, каждый день, и прибудет один пример, допустим, один бамбук, один пятиметровый бамбук. Как его согнуть, постепенно, постепенно нужно его сгибать, а иначе, если резко его согнуть, то он просто сломается. Как, например, если у вас есть маленький бамбук, 5 метров, и если вы хотите добрать этот бамбук, то он будет сгибать. То есть, если бамбук сгибать, то он просто сломается. То есть, если бамбук сгибать, то он просто сломается. Если это вот, то он просто сломается, то есть, чтобы это было терроро, иabe, что а потом, там, там, где он везде довольно маленький бамбук сгибать. Последний бамбук сгибать, то есть, когда он может быть долго, иначе добавить его, но если он маленький, то он будет бездоваться. Так, если он уже становится, доущее, так, что бамбук, то он будет сгибать. Везти много бамбу. Но сухой бамбук вы не можете согнуть, но зеленый бамбук, постепенно, постепенно вы можете его согнуть. Это значит, что каждый день, должным образом, с верой, нужно повторять гуру-мантру. Если вы будете делать так, тогда вы поймете, в чем же значение атмосфер и сваха. Понимаете, сваха значит предложить, а что вы предложите? Предложить ум, тело, абсолютно все. Все предложить стопам гуру. Сваха, сваха, сваха значит предлагать. Но если вы предложили что-то, то вы не можете забрать это обратно. Матма и Ра, oferecer. И когда вы предложили, то вы не можете забрать это обратно. Понимаете? Почему я говорю это? Потому что это мантра называется сампродан карак. Мантра, он называется сампродан карак. Он называется сампродан карак. А нам называется самбродан. Харинама, она очень могущественная. Она более могущественная, чем мантра. Да, нет разницы между намой и мантой. Это правда. Ведь это одно и то же, Кришна и Кришная. Что говорится? Кришная. А в Харинаме? Хари Кришна. То же самое. То же самое. Вы отдаете и не забираете обратно. А мантра, она дает самбандаге знания о взаимоотношениях. А в Харинаме, даст нам что? Приму. А в Харинаме, он дает прибыль. Мага Прабу, он произносит Расск. Когда я получил дикшам антру от Гуру, тогда я полностью был опьянен Харинам. Он сказал, что когда я получил дикшам антру от Гуру, я был полностью интоксирован и внебрирован. Что значит? Кива мантра Дила Гвасань, Кива Тара Борка. Кива мантра Кори Рапа. Кива мантра Кори Рапа. Кива мантра Кори Рапа. Если вы будете повторять Святое Имя, тогда много эстетического строения появляется в вашем сердце. И также Кришна Прима. Кришна Прима. Но обусловленная душа. Многие впечатления. Мантры уничтожают все неблагоприятное из сердца. Поэтому очень внимательно каждый день повторяйте Гуру мантры. Самбандаген никогда не проявится в вашем сердце. Никогда не придет к вам знание о взаимоотношениях. И затем самбандаген, а затем самбандаген это что? Это знание о взаимоотношениях. И затем автоматически у вас проявится севаврит и тенденция служить водосным стопам Гуру. Севаврит и Кришна. Самбандаген не проявится в вашем сердце. Он не проявится в Мангар. Если у вас появится самбандаген, то не проявится. Тогда вы никогда не проявите самбандаген, Майя-дэви будет тебя. Группадаген его называют самбандапрадатта. Что вы сказали? Самбандапрадатта. Гуру-дэва дает знание о взаимоотношениях. Это очень важно. Затем вы будете повторять Святое Имя, и тогда постепенно Кришна Пряма проявится в вашем сердце. Вы должны внимание уделять к чему? Как обрести знания о взаимоотношениях? Возвращение о взаимоотношениях. Возвращение о взаимоотношениях. Возвращение о взаимоотношениях. Гуру-мантра. Гуру-паду-падму называют самбанда-продата. И когда придет к вам вера, тогда автоматически Кришна приема проявится в вашем сердце. Когда Ши Чайтане Махапрабху пришел в Гайя. Почему Махапрабху пришел в Гайя, вы знаете? Питер-сенава, Раша сатрификация для своего рода. Питер и Шрадхан, сегодня мы делали Питер-сенава, мы говорили Гая Гатча, Гая Гатча. ГАТЯ ГАТЯ Значит давать, значит идти. Все биндадамы идут куда? В Гае. И все святые места, святые реки. Никто не расслышал. Итак, я предлагаю тебе читать эти мантры. Прилагается Прасад. И почему я говорю это? Потому что Шичетана Махапрабу, он пришел в Гае. Вместо рождения нашего Гурда. Гурда говорит, сплотится на Ран Махраджи, шел на Ран Махраджи. Гурда в Бахплесе, Гуя, немного далеко. Но, в этом же регионе. Гае, это слово? Гае, это слово Гае. Гуя, это слово Гае. Какое означает Москву? Гае, это одно святое место в городе Бахплесе. Какое значение Москвы? Она спрашивает, какое значение Гае. Есть много различных святых мест. Гае, Сиддакавери. Гае, это одно из святых мест. Какое значение Москвы? Москва, есть? Москва, есть? Москва, есть? Гае, это то, что такое Москву? Этоそうですね? Много по краям. Гае, это есть甥 дадан. Гае, это было очень дорого. В то время есть одна вещь, Гая, вишну, Патачиня, лотосные стопы и вишну. Гая, там есть какая-то марка для лотоса вишну. Господь говорит, что когда он прибыл и увидел отпечатки лотосной стопы вишну, тогда Махапрабху начал плакать. И в то же самое время, Ишура-пурипад, он также пришел туда. И в то время Шичей Таня Махапрабху полностью предался лотосным стопам Ишура-пурипады. И он получил от него дикша-мантры. Он получил с дикша-мантрым и получил его. Слышите, Махапрабху не стал плакать вишну. Истин был очень твердил. Получил твой Даршан. Кто же Даршан? Пе лотос. Даршан чьих лотосностов? Ишвара Пурипада. Гурю чаран даршан. Гурю чаран даршан. Даршан, дар лотос витагурдиси. Это очень... Учение Даршана, вот и со слов Гуру-дева, и это очень важно. По этой причине здесь говорится. Причит они в Прабху, он сказал это своему Гуру-деву, ишу рапурипада. Если ты поздоровит деларшать у вашей Песной Логово? Потому что Гуру-деву. Он очень близко и любом Христа. Ведь он очень близко к грн с крссна. Причит он! Так что Гуру-дева очень любит Криста. Как он сказал в свыше, что у Шихи сказал. Он говорит о будущем, что основа вашей плече. Но даже лучше, чем adorar ao senhor Вишну, то есть, чтобы одрать Тадьяджан, aqueles, которые очень любят по Вишну, как, например, Ганга, Туласи и Васьнавас. Кто говорит это? Деви Парвати спросила Шивджи. То есть, в какой-то контекст? Деви Парвати спросил о Сивджи. О мой мужик Шивджи, скажи мне, пожалуйста. Кто является самым наивысшим божеством? Кому мы должны поклоняться? И тогда Шивджи, он сказал, «Арадханам Сарвишам Вишну и Ватханам Парвати». Есть много различных божеств, которые мы поклоняемся. Но поколение Господа Вишну является самым наивысшим. Значит, то есть, что означает, что то есть, что есть, что он может подняться с Викторией? А что значит? А что значит? Но, ве, Деви, Парвати послушал, Если ты поклоняешься Господу Вишну, первую очередь, ты должен поклоняться тому, кто дорог Господу Вишну. Кто очень дорог и близок Господу Вишну? Туласи, Ганга, Гирираж Говардан и Горупада Падма. Каждый день вам необходимо поклоняться Трой Личностью. Кто это? Туласи, Гирираж Говардан, Туласи и Горупада Падма. Но между Туласи и Горупада Падма является самым наивысшим. Потому что, по беспричинной милости Гуру, вы можете осознать славу Туласи, славу Гирираж Говардана. Потому что Гурдев, что он даст? Самбандагьяны. Знание о взаимоотношениях. По этой причине каждый день мы прославляем Туласи, Горупада Падма. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok